Всем привет! Сегодня хочу предложить вашему вниманию свой любимый рецепт творожной запеканки. Она получается нежной, очень вкусной и быстро готовится. Для приготовления творожной запеканки нам понадобятся следующие ингредиенты. 500 грамм творога любой жирности, 2 яйца, 70 грамм изюма по желанию, можно заменить на курагу, 90 грамм сметаны, 5 столовых ложек сахара, 3 столовые ложки манной крупы, 1 столовая ложка сливочного масла, щепотка соли и 1 пакетик ванильного сахара. Творожную массу я буду перетирать блендером. Если у кого нет блендера, нужно творог перетереть через сито. К творогу добавляем яйца, сахар, щепотку соли, ванильный сахар, сметану, масло. Теперь нужно все перетереть блендером, чтобы масса получилась однородной. Вот такая однородная масса должна получиться. Теперь добавляем манку. Хорошо перемешиваем и оставляем на полчаса, чтобы манка набухла. Изюм я заранее залила кипятком, оставила на 5 минут и затем просушила бумажными салфетками. Итак, прошло полчаса, манка хорошо разбухла. Теперь добавляем изюм. По желанию, творожной запеканке можно придать легкую лимонную нотку. Для этого в творожную массу можно добавить 1 чайную ложку лимонной цедры или выжать немного лимонного сока. Массу хорошо перемешали. Теперь у нас все готово для выпекания. Я использую форму 18 см. Заранее застелила пергаментной бумагой. Если у кого нет пергаментной бумаги, можно смазать сливочным маслом и посыпать манокрупой. И теперь выкладываем всю творожную массу. Теперь нужно все хорошо разровнять. Чтобы смазать запеканку, я смешала 1 желток и 1 столовую ложку молока. Если вы хотите сделать запеканку побольше в размере, то берите всех ингредиентов в 2 раза больше. Отправляем запеканку в разогретую духовку на 40-45 минут при 180 градусах. Ну вот, прошло 45 минут. Наша творожная запеканка готова. Посмотрите, какая красивая она получилась. Румяная, аппетитная. Сейчас нужно оставить ее до полного остывания. И потом можно будет разрезать на порционные кусочки. Творожная запеканка остыла. Теперь посыплю сахарной пудрой. И украшу ягодами. Вот так аппетитно творожная запеканка выглядит внутри. Попробуйте и вы приготовить по этому рецепту. Рецепт очень прост. Готовится очень быстро. И получается очень вкусно. Всем большое спасибо за внимание. Мы очень ценим вашу поддержку. Всего хорошего. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова